Итак, студия Купол продолжает свою работу и сегодня здесь проходит несколько непривычных мероприятий подписания стратегического соглашения о сотрудничестве между корпорацией Intel и Ассоциацией технопарков России в сфере высоких технологий. Прежде всего я хочу представить тех, кто будет подписывать документ. Это Дарья Борисовна Кирьянова, директор по операционным вопросам Intel в России и странах Скандинавии, и Андрей Викторович Пеленко, директор Ассоциации технопарков России в сфере высоких технологий. Также за столом у нас сейчас находится Денис Иванович Лабуза, исполняющий обязанности министра поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области. Здравствуйте, и у меня сразу вопрос к Андрею Викторовичу. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, какие задачи ставит перед собой Ассоциация технопарков и зачем, собственно, ей нужно это соглашение? Ассоциация технопарков, прежде всего, ставит задачу повышения уровня топ-менеджмента технопарков. Для этого нам очень важно взаимодействовать с такой успешной, признанной на мировом уровне компанией, как Intel, потому что тот опыт, который накопила компания Intel, тот успех, который они достигли на рынке, нам очень важно перенять. Я надеюсь, что в рамках того договора, который мы подпишем, мы сможем с ними успешно взаимодействовать, и наш менеджмент, наши управленцы технопарков смогут качественно повысить свой уровень, и те механизмы коммерциализации национальных проектов в отрасли информационно-коммуникационных технологий смогут найти своего потребителя благодаря опыту и таланту этой компании. Дарья Борисовна, а зачем корпорация Intel сотрудничает с международными технопарками? У вас ведь есть представительство в четырех городах. Да, в четырех городах. Но мы, кроме четырех городов, еще и сотрудничаем с разными организациями, это и вузы, и технопарки. И, на самом деле, это взаимодействие происходит не только в этих четырех городах, по всей России и за ее пределами. На самом деле, у нас интерес понятный. Мы хотим сотрудничать с экосистемой, ее развивать. Мы вкладываем больше пяти миллионов долларов ежегодно в образовательные программы, и мы готовы инвестировать эти ресурсы в технопарки, о которых нам расскажет, надеюсь, ассоциация. И первым шагом нашего соглашения – это рейтинг технопарков в сфере IT. Мы посмотрим, кто лидирует, кто отстает, отстающим поможем, ну а поблагодарим за сотрудничество тем, кто будет в топе. Денис Иванович, а насколько важно малым и средним предприятиям иметь возможность размещаться в технопарках? И, главное, какая поддержка оказывается тем предприятиям, которые хотят работать в сфере высоких технологий? Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Ну, во-первых, я хотел бы всех поприветствовать с этим замечательным событием, что две таких замечательных компании, как «Союз технопарков» и «Интел» подписывают соглашение именно у нас на Нижегородской ярмарке в рамках нашего бизнес-саммита. В здании, которое просто пропитано духом предпринимательских традиций многих веков, хочется сказать, что здесь действительно такая синергия двух мощных инструментов, потому что технопарк в конечном итоге – это то место, где сосредоточена вся инфраструктура по поддержке предпринимательства. Да, малого, среднего, начиная с посева, стартапа, с развития. И в конечном итоге именно технопарк является той площадкой, которая в конце всей этой инфраструктуры должна получить конечный результат, на котором выпускается инновационная продукция. А «Интел» – это действительно центр компетенции, центр мировой компетенции, и хочется напомнить, что именно Нижний Новгород был выбран штаб-квартирой для компании «Интел», да, не Москва, а Санкт-Петербург. Опять же, это достаточно серьезный показатель. Плюс к тому, что ведется серьезная работа не только по программам, связанных с обучением и привлечением молодежи. И хочется сказать, что вообще «Интел» на протяжении последних лет достаточно активно меняет программу по вовлечению, привлечению нижегородского бизнеса к своим программам. Поэтому, мне кажется, объединение двух таких мощных энергетических и центров компетенции позволит сегодня особенно нижегородским предпринимателям реализовать весь тот потенциал, который уже вековыми традициями накоплен на нижегородской земле. Ну что ж, спасибо. Я думаю, зрители уже успели проникнуться важностью происходящего. Я сейчас предлагаю перейти за стол в подписание соглашений и открыть, наконец, папки. Я хочу сказать, что соглашение о сотрудничестве между «Интел» и Российской ассоциацией технопарков предполагает взаимодействие в нескольких направлениях. Это улучшение законодательного климата в сфере поддержки IT, а также совместная экспертиза инновационных проектов членов ассоциации. Стороны планируют проводить различные учебные мероприятия для резидентов и управленцев технопарка. И самое интересное – разработать уникальный рейтинг технопарков, который позволит установить определенные стандарты мирового уровня и подтягивать наши технопарки к этой планке. Итак, соглашение подписывают Дарья Борисовна Кирьянова, директор по операционным вопросам «Интел» в России и странах Скандинавии, и Андрей Викторович Шпиленко, директор Ассоциации технопарков России в сфере высоких технологий. Продолжение следует... Аплодисменты 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 Спасибо.